Здравствуйте, мои пернатые друзья! Сегодня у нас очередной выпуск в Анапа. Как мы все знаем, в прошлом выпуске мы сменили хорошее количество карточек в обороне. В этом выпуске мы также сделаем акцент на оборону. Наверное, сменим Кабахидзе, если, конечно же, забьем, и Кисляка. Ну, в общем, посмотрим, как дело пойдет. Пойдемте искать соперника. Наконец-то нашли мы своего первого соперника. Поезд длился очень долго, и мы видим ББВА такую типичную, с неправильно выставленными позициями у игроков. Например, медали, и вот ЛЗ у него играет центрального защитника. Кисляк, выводим Каюмова, и давайте распечатаем Алвиса. Но удар пришелся прямо в голкипера. Так, а вот там Азмунчик у нас. Азмунчик, Азмунчик. Так, а здесь Азмун дает передачу. Ну, Кисляк, давай, прими и с левой в колоти, ГП нам бы забить. Пошла атака у соперника от Коноплянка. Коноплянка пробивает и спокойно реализует один мяч. Первый мяч, точнее. Ну, это было легко, конечно, для него уйти в такую контратаку и просто на ловком Коноплянке сместиться в центр и пробить. Такой все печальный гол. Каюмов, забросик, забросик на Азмуна. Это проходит, это проходит. Азмун первого мяча прострель. Это пенальти, ребят, пенальти. Да, черный Мамба нас сегодня судит снова. И ставит пенальти, наконец-то, в нашу пользу. Так, Азмун, попали мы в зелененькую и пробиваем в девять этот ащак. Азмун, 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 давай, давай, отлично вышли, отлично. С левой пробили, и Алвес вытащил. Фак, блядь, нужно было забивать пенальти. Какой сейф, Азмун, хотя тут в угол не пошла у Азмуна. Соболев подача, ой, прям кисляку, кисляк, сравняй счет. Ну что за прием мяча, белорус. Каюмов, выводи, выводи, Азмуна, отлично, прям в ножичку. Ой, пробили как. Снова Азмун сейвит, блядь. Ну, смотрим первый тайм, он с нашим перевесом, с огромнейшим, да, блядь, перевесом. Но мы не забиваем, тащит Алвес, пенальти, не забили, у соперника всего лишь одна контратака, он выбежал, забил. Нелепый мяч, конечно, мы пустили, но нужно во втором тайме собраться, не раскисать и так же давить его, я обязательно забью. Ой, 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 какой выход у соперника из-за нашей ошибки. Но никто не успеет, да. Шунин что сделал, вытащил, чистый мяч, красавец. Так, Обухов, Обухов, да куда ж ты прыгнул, Вася? Вася, вывод Азмуна был бы идеальный, если бы ты дотянулся, блядь, что это? Так, Азмун, Азмун, Каемов, 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 прорвись, малыш, давай. Так, Диего ворвался в штрафную пробьем, но заблокировали, опять чистый, отличный удар. Промос, промосом соперник идет. Ой, как мы отошли? И соперник прощает. Да, ну как я там, блядь, случайно отошел, пиздец. Соперник в нашей штрафной, подкрутка перекладина, блядь, да мы из обороны шунин в свои ворота, сука! Из обороны нихуя выйти не могли, блядь, так давили его, нахуй! Долбоебы, сука! Так, Обухов, ногу, Азмуну, давай, давай, забей! И да, блядь, опять в этого Алвеса, ебучего Алвеса мяч пошел. Каемов в штрафной, Азмуну, Азмун, забей один, да ебать, опять Алвес сейвит, да что такое? Только силесы мячи вынимают прямо из линии штрафной, теперь Алвесы тащат все подряд. Какое говно! Просто берем, переиграем соперника, нахуй, и, блядь, его спасает тупо голкипер. А нас же шунин, блядь, оборона подводит постоянно, блядь, в этом ванапе. Пиздец-то бесит, блядь. Так, вратарь пришел в штрафную, шунина, пробьем, он, блядь, пробил лучше Азмуна, нахуй, сейчас. Бату, выводи, выводи, Азмун, Азмун, Каюма в корпус поставь, и, блядь, пике там был. Фак! Хочу сказать только одно, мы проиграли пиздец, как не по делу, блядь. Сколько моментов, блядь, было у нас. Этот хуйсос вышел в первом тайме один раз в атаку, забил гол. Классно, блядь. А мы дрочим, дрочим, дрочим в каждом матче практически, и нихуя не забиваем, блядь. Тащат, блядь, этих донарей соперников, голкиперы, нахуй, со скиллзами по 85, блядь. Это просто нереально, так пережевывать этот матч, потому что мы должны были хотя бы один-два забить. Ну, ладно, все, короче, пойду искать второго соперника. Нашелся наш второй соперник по выпуску, и мы видим сразу же в нападении, в глаза бросается Месси. Кабахидзе и Батун немножечко прихуели сейчас от таких раскладов. Ну, вот нахуй, почему не переключилось, лол, блядь. Нажал переключить на Диего, чтобы не было офсайда, в итоге, блядь, офсайд. Генеально. Так, а вот и первая атака соперника здесь, Старич. Ой-ой-ой, Бату заблокировал Месси. А, какая, какая ошибка, что это было, Бату? Прям в ногу Ламели выкатил, взял. Слава богу, что тут удар у него не получился. Ой, Старич здесь продавил всех, ну, прям шуй на удар пришелся. Азмун. Азмун, тут Каюмов, забегай, давай, ГПшечку реализовывай. Ну, как нас заблокировали, алло. Старич на фланге, здесь пас Ламели, но это гол, да, естественно, гол выкатили. Ламали, отлично, 45-ая минута пропускаем. Ай, там прям в штангу, шуй на не было шансов. Здесь, что за выпуск пока получается, просто совсем как-то вообще нелепо. Ой-ой-ой, Азмун, как перехватываем. А здесь выкатить, выкатить, Обухову, Обухов, забей 1-1. Меняем первого футболиста в этом выпуске, отзаебись. Какой пас, как мы перехватили охуительно. Посмотрите, и пас, ух, на тоненького пас, конечно, прошел, еле-еле. 1-1, меняем карточку. Ой-ой-ой, ну что за рикошеты, вот эти вот отскоки в соперника пошли. Сушунин выручил нас. Так, Ламела стрельнул, да как? Как это прошло опять? Ну что за голы? Что за голы нам сегодня летят? Как этот момент прошел, алло? О, и такой выстрел пушечный просто, ядро влетело в сетку. Ламела выкатывает, Оскар, Оскар, ну нас спокойно, вот это, блядь, прям в ноги пасы идут у соперника. И, естественно, нас Оскар с Ламелой будет спокойно раскатывать, разбивать нашу сетку в хлам. Блядь, как же нам не достают в скиле, а? В скиле карточек, очень грустно из-за этого. Старич, ну сейчас наш Старич его и раскидает, отлично, какой подкат грузина был. Ой, давай, давай, Азмун, отличный проход получается. Отлично, отлично убрал, пробить успеть, ну как так-то? Еще раз, еще раз, Азмун вышел на ударную позицию, ебаный чех, сука. Так, соперник, ну еще один расстрел, на этот раз Шунин спасает нас. Так, Азмун, отлично, вот ушли от Джагилки. Джагилки, блядь. Азмун, еще один шанс забить, второй забить, да! Да, блядь, сука, да, блядь, две карточки, меняем, как это охуительно. Как это охуительно поменять две карточки, хух. Ушли в сторону и просто под планку, блядь, раскидали, разорвали, блядь, этого Чеха Санова, заебись, две карточки. Ух, ну и подошел матч к концу, но несмотря на поражение, я очень доволен результатом, очень хотел забить второй мяч, мы это сделали. Мы поменяем две карточки, что после прошлого неудачного в нашу пользу матча, где мы должны были разбивать соперника просто в хлам. Такой матч, ну, более или менее сойдет, тем более против нас противостояла команда с Месси и Компанией. В пять защитников соперник играл, три центральных. В общем, ладно, пойдем менять карточки, собственно. Ну, как я и говорил на сегодняшний выпуск, цель была сменить сопника и ЦЗшника, мы, собственно, этим и займемся. Первая карточка, которая уедет у нас из команды, это будет Кисляк. Отвратительная карточка, он мне абсолютно не понравился. Очень часто подключается чувак к атакам. В первых матчах его, по сути, в сопнике вообще не существовало. И поэтому вместо него придет Михалик. Конечно, сомнительная кандидатура на сопника, но в оборонительных статах он очень хорош. Посмотрите его преимущества. 62 против 73, 66 против 78. По идее, сопник этот должен тащить нашу опорку и очень сильно выручать нас. И несложно догадаться, что следующей карточкой будет грузин Кабахидзе. Крайне привозной защитник. На вскидку скажу, что он нам привез 3-5 мячей, это точно. А на место Кабахидзе ворвется у нас Женечка Макеев. Не знаю, как он будет со своим ростом действовать на ЦЗ. Но пейс у него хороший. И, в принципе, он выглядит самой симпатичной карточкой, оставшейся среди ЦЗшников. И таким образом наш состав выглядит после данного выпуска. Оборона уже серебряная. Осталось всего 4 футболиста в атаке. Сменить Диего, Каюмов, Обухов и Соболев. Они хоть и хорошо действуют, но в нашу команду ворвутся еще более классные футболисты. Поэтому жалеть смыслу нету эти карточки. Если только Селихова стоит жалеть, так как его нам не хватает. Щунин, мы видим, вроде бы выручает. А вроде бы сам себе голы забивает, как это было в первом матче. А если вам понравился данный выпуск, ставьте классы. Подписывайтесь на канал. С вами был Гусенок. Всех обнимаю, люблю, целую. До новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok